МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Жесть. Как всегда, о самых резонансных криминальных новостях по будням буду рассказывать вам я, Анастасия Лаврова. Сегодня в выпуске. Котелкин в суде. Примерятся ли стороны? Машина клиента, как автомойщик покатался. И дружбе конец, кто поссорила мечей. Сегодня остались известны подробности убийства на проспекте Мира. Напомню, труп мужчины с колторезанным ранением обнаружили в квартире пятиэтажки. Установить причастность к преступлению удалось сразу. Под подозрение попал друг потерпевшего. Он рассказал, что причиной конфликта стала женщина. Подробности далее. Эксперты установили причину смерти – ножевое ранение. Удар был один и точно в сердце. Алексей скончался на месте. В это время его сожительница Юлия и друг Александр вызывали скорую помощь. Александр – друг погибшего Алексея. На проверке показаний расскажет, что связывали мужчин не только общие интересы. Вот уже несколько лет они не могли поделить Юлию. Вначале она жила с Александром, но потом предпочла Алексея. Выпив, компания затронула наболевшую тему. Началась драка. Собирается также аналогичный материал, характеризующий на данных лиц. Так как, согласно данным соседям, характеризовались отрицательные, как лица, запотребляющие спиртными напитками. Также решается вопрос о задержании указанного лица и избрании меры пресечения в виде отключения под стражу. Итог истории любовного треугольника трагичен. Алексей мертв. Александр, вероятно, будет отбывать наказание в колонии. Юлия, из-за которой поссорились друзья, осталась одна. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Сегодня в Кировском районном суде Омска продолжили рассматривать уголовное дело в отношении Виктора Котелкина. Он обвиняется по стадии нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть человека по неосторожности. Из материалов следует. В октябре прошлого года неопытный водитель, сын высокопоставленного полицейского Котелкин, превысил скорость и вылетел на встречную полосу. В результате ДТП погиб мужчина. Репортаж Юлии Воробьевой. Виктора Котелкина от вопросов «Наша съемочная группа» ограждает дед и отец. Сам Виктор не проронил ни слова. Известно, что дедушка Котелкина продал свою квартиру. Деньги пошли на компенсацию морального вреда матери и жены погибшего. Виктор Котелкин обвиняется по статье нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть человека по неосторожности. ДТП произошло осенью прошлого года в районе остановки Парк Победы. Как следует из материалов уголовного дела, Котелкин превысил скорость и выехал на встречку. В результате столкновения машин погиб 33-летний Максим Потрохов. Его беременная жена Евгения попала в больницу. После происшествия Евгения позвонила родственникам. Первая на место аварии прибыла сестра Евгения Потрохова – Елена. Она проходит потерпевший по уголовному делу. Поступил телефонный звонок от жены моего брата, которым сообщила, что в районе Ленинградского моста они попали в ДТП. Она ходит за руку в больницу. Что с Максимом, она сначала не знала. После чего я поехала на место, было уже поздно, поскольку машину эвакуировали. Впоследствии, конечно, мы знали, что брат погиб. Евгения и ее малыш выжили. На днях женщина родила, добавляет Елена. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. На иждивении у Евгении остался еще один малолетний ребенок. Котелкин обвиняется в том, что, грубо нарушив правила дорожно-транспортные, совершил ДТП, в результате которого в данной аварии погиб человек. Так как это преступление отнесено к категории уголовного кодекса к преступлениям средней тяжести, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сегодня в суде стороны подали ходатайство о примирении. Возможно, Виктор Котелкин останется на свободе. Известно, что жене погибшего родственники подсудимого выплатили больше миллиона рублей за моральный вред. Также оплатили все расходы на погребение мужа. Рассмотрение по делу продолжается. Автомойщик решил покататься на машине своего клиента. В итоге вот что осталось от иномарки. Рено протаранил Вольцваген, который двигался в попутном направлении. Молодой человек на допросе рассказал, что ДТП произошло из-за того, что его подрезали. Однако позже сотрудники полиции выяснили, что Амич сел за руль пьяным. В его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Вы взяли чужой автомобиль, а ранее такие случаи были, что вы ездили на чужих автомобилях? Ну, по территории автомойки. А раньше не наезжали? Нет. А куда вы собирались на нем поехать? Просто прокатиться кружочком. Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также в отношении задержанного автомойщика составлены протоколы об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения и нарушения ПДД. Примечательно, что об угоне владелец Рено узнал лишь от сотрудников полиции. Также установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. В Омске перед судом предстанет Александр Хиневич. Идейного вдохновителя омских староверов обвиняют в незаконной организации религиозной деятельности и экстремизме. Хиневич принимал учеников в собственном коттедже, а также распространял призывы в интернете. О том, как оперативники навестили резной особняк по совместительству капища, наш следующий сюжет. Сотрудники ФСБ навестили Александра Хиневича во время очередной его встречи с учениками. Всего оперативники насчитали более 50 человек, в их числе дети. Двухэтажный особняк в центральном округе Омска Хиневич приспособил для массового проведения обрядов. А чем вы сейчас занимались? Закаляемся. Александр Хиневич – духовный лидер староверов, живущих не только в России, но и в Белоруссии, Украине, Германии, Словакии, Чехии и многих других странах. Так о себе пишет сам Хиневич на многочисленных сайтах. Для представителей правоохранительных структур Хиневича ранее судимая меч. Несколько лет назад мужчина отделался условным сроком и принялся за старое. Как следует из материалов уголовного дела, Александр Хиневич вот уже пять лет ведет деятельность в незарегистрированных религиозных объединениях, использует нацистскую символику, а также пропагандирует экстремизм в интернете. Вы не старше? Нет, конечно, я младше, там не же видно. Да нет, нигде, там вы не старше. Проходите, проходите. Прокурором Омской области утверждено обвинительное заключение в отношении Хиневича Александра Юрьевича, обвиняющегося в организации деятельности трех религиозных организаций, признанных экстремистскими по решению суда. То есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 прин. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похоже, для всех этих адептов ни прошлое, ни будущее духовного наставника не интересует. А мечей, не смущаясь, присутствие оперативников продолжают обряды. По календарю староверов – День Перуна. Сейчас быстро на вас отпустим. Сейчас Александр Хиневич под домашним арестом. Вину в инкриминируемом преступлении не признает. Считает, что действовал в рамках закона. Ему грозит до 8 лет колонии. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся завтра. Будьте осторожны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин